7 февраля социальные сети взорвало видео драки уральских школьников, что стало причиной конфликта и почему подростки допускают такую жестокость при выяснении отношений, разбираются сегодня правоохранительные органы. Подтасовка стала достоянием общественности не только жителей нашей области, но и далеко за ее пределами. Сегодня за этот поступок вынуждены оправдываться на всех уровнях. В чем упущение? Выясняли сегодня на собрании директоров школ, организованное в экстренном порядке. Участники драки учащиеся школ номер 46, 27 и 11. Все дети из хороших благополучных семей. Именно так их характеризуют директора школы и представители полиции. Рядовой конфликт подростков привел не просто к выяснению отношений, но к жестокому избиению некоторых его участников. Благо, что завершилось это безобразие быстро и никому просто не успели нанести тяжких увечий. Участников потасовки нашли уже на следующий день. Заведено уголовное дело. Проводится у нас совещание со всеми директорами школы города Уральска. Также, значит, на завтра запланирована, значит, комиссия по делам непровершения летних в городе при заместителе Акима города. Будет рассмотрено. По итогам, значит, комиссии будет принято решение. По уголовной статье, значит, возбуждено хулиганство, значит, 293-я, часть 2-я, по данному факту, значит, введется расследование на суде. Не все усматривают в произошедшем сверхординарное событие, но и полицейские, и педагоги, и родители считают, что это очень плохой звонок. Собственно, так и есть. Это не 10-летние дети, это учащиеся старших классов, у которых должна уже сформироваться осознанность в своих действиях. С учетом того, что запись была выложена на всеобщее обозрение, это воспринимается как вызов обществу. Это как волна идет сейчас среди подростков. Наступает минута, когда ребенок, что-то делая, должен понимать долю ответственности. Что я перехожу границы, что как можно было бить ногами, допустим, да, как можно не остановиться. Тем не менее, дети на это идут, и это уже отсутствие вот этой самооценки. Нужно сесть с детьми и поговорить, выявить, где у них пробелы воспитания, чтобы мальчик, ну, это не мальчики, это уже юноши, чтобы папа мог послушать юношу и понять, что его сын вырос. Что есть люди, которые влияют, кроме папы, на него. Есть у него своя среда, о которой папа не имеет представления. По словам представителей городского отдела образования, каждый из запрошенных раскаивается, всадеянным утверждает, что драться не планировали, а хотели поговорить. В данное время во всех школах будет усилена воспитательная работа и работа психологов. В школах, между учениками которых произошла драка, состоятся родительские собрания. Мы стараемся проводить регулярные встречи со школьными инспекторами и представителями общественности для предотвращения правонарушений. Все ученики у нас участвуют в общественных мероприятиях. Всегда приглашаем родителей. Я считаю, что в данном случае ответственность ложится и на родителей, и на школу. Все участники конфликта несовершеннолетние, а значит, ответственность будут нести их родители.